Наличие места в детских садах, дороге. Максим Антонюк провел прием граждан. Глава города посмотрел, как идет благоустройство улицы Гаевой. Дорожники ведут ремонт тротуара на улице Комсомольской. Барановичский межрайонный прокурор встретился с трудовым коллективом БПХО. В Барановичах 11 апреля отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В гости к студентам и работникам Баргу пришел барановичанин Роман Бондарин, молодой художник по обитому стеклу. В храме святого Георгия Победоносца прошел вечер великопостных песнопений «Весна духовная» в исполнении мужского хора «Всехсвятский». Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней барановичи». Наличие места в детских садах, дороге. Председатель барановического гурисполкома Максим Антонюк провел прием граждан. Во время беседы было рассмотрено 11 обращений, охватывающих различные сферы жизни общества. Большинство из них относилось к жилищно-коммунальному хозяйству. С места в карьер. Новый председатель барановического гурисполкома Максим Антонюк провел прием граждан. Записались 11 человек. Барановичане обращаются по различным вопросам. Но традиционно преобладают темы жилищно-коммунальной сферы и землепользования. Глава города вместе со специалистами местных служб разбирался в проблемах заявителей. Предлагал решение, брал вопросы на контроль. Основным сегодня вопросом, по которому приходили граждане, это было наличие мест в детских садах. Вопрос, конечно, объективный. Ни для кого не секрет, что микрорайон Боровки является очень большим микрорайоном, а дошкольных учреждений немного. Здесь можно объективно оценить, что решение, принятое о проектировании и строительстве еще одного детского сада, было правильным. Но, к сожалению, это займет определенный временной промежуток на сегодняшний день. А сейчас у людей мест действительно категорически не хватает. В свою очередь мы изучим вопрос, каким образом донести до населения. Сегодня я подчеркнул, что одним из немаловажных факторов является информировать население, как вообще происходит этот процесс. Каким образом эти места предоставляются, как определяется эта очередность. И мы подумаем, и через средства нашей массовой информации, в том числе как раз и через вас, попытаемся проинформировать людей и делать это на более регулярной основе. Также сегодня были предприниматели, но это больше такие текущие жизненные вопросы, вопросы ЖКХ, естественно. Но тут нет ничего критичного, и я думаю, все это мы сделаем в рабочем порядке. В Барановичах руководство держит проблемные вопросы жителей на контроле, но работу надо усилить. В том числе по информированию граждан. Об этом после личного приема заявил глава города. Важно идти навстречу людям, детально вникать и разбираться в ситуации каждого человека. Чтобы помочь решить возникшие проблемы, отметил Максим Антонюк. Мне, как приступившему к новой должности, очень приятно, потому что непосредственно общение с гражданами, оно именно позволяет больше вникнуть в особенности нашего города, в те проблемные вопросы, которые здесь есть, ну и подсказывает направление к деятельности. Всем обратившимся разъяснены нормы законодательства. Вопросы проанализированы, отправлены на реагирование компетентным службам. Председатель Барановического горесполкома Максим Антонюк посмотрел, как идет благоустройство улицы Гаевой. Работы ведутся вдоль спортивного комплекса «Дубова Спорт». Подробности далее. С наступлением весны заботы по благоустройству территории становятся главными. И надо сказать, в последние годы облик нашего города меняется к лучшему. Вот и сейчас, с приходом теплых деньков, коммунальные службы приступили к масштабной работе по благоустройству городских дорожных магистралей и тротуаров. Специалисты Барановича Ремстроя трудятся на улице Гаевой. В центре внимания участок транспортной артерии вдоль спортивного комплекса «Дубова Спорт». С работой дорожников ознакомился председатель горесполкома Максим Антонюк. Он выехал на Гаеву, чтобы посмотреть, как идет ее преображение. По словам мэра, благоустройство населенных пунктов, в том числе улицы дорог, на особом контроле у главы государства. Президент поставил задачу поддерживать состояние транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Как только наступил благоприятный сезон в городе, начался интенсивный период благоустройства улицы, сказал Максим Антонюк. К слову, несмотря на то, что на Гаевой большой транспортный поток, движение не перекрыто. Установлены реверсивные светофоры. Отмечу, снятый асфальт пошел в дело. Он лег на улице Жасминовой в секторе частной застройки Восточного микрорайона. На этом благоустройство не завершается. Еще предстоит много работы. Так, техника зашумела на улице Антоновской в северном микрорайоне. Таким образом, в Барановичах новую дорожную одежду примерили улица Промышленная и Чечета, первый Колпенецкий переулок, Гаевая и Жасминовая. В Барановичах продолжается дорожный ремонт. Специалисты предприятия «Баранович и Римстрой» проводят демонтаж старой изношенной плитки на улице Комсомольской. Готовят пешеходную зону к укладке новой мелкоштучной. Подробности далее. Ровные тротуары больше не мечта, а реальность. Специалисты предприятия «Баранович и Римстрой» выполняют работы по благоустройству города. Так, например, дорожники продолжают разбирать старую сенажную плитку на улице Комсомольской. Работы ведутся от здания дневного стационара. Новое покрытие проляжет вдоль молодого парка до улицы Притыцкого. Продолжаются работы по обустройству пешеходных дорожек на улице Комсомольской. Начали мы от улицы Гагарина в направлении улицы Притыцкого. Снимается старая сенажная плитка, укладывается мелкоштучная. Соответственно, ложится тактильная плитка по безбарьерной среде. Предусматриваются все пешеходные переходы. Работы запланированы до мая месяца. Этот участок у нас полностью будет закрыт. Шумит строительная техника. На объекте активно трудятся специалисты. Дорожники ловят побожие деньки, чтобы уложиться в установленные сроки. У дневного стационара уже можно заметить небольшой участок, выложенный красной, серой мелкоштучной плиткой. Здесь же и зона для пешеходов с ослабленным зрением. К слову, комфортнее станет не только пешим участником дорожного движения. Позаботились и об автомобилистах. По рассмотрению руководства города увеличились парковочные места. У дневного стационара порядка шести машин при установке бортового камня. Работы по благоустройству сейчас идут полным ходом в каждом микроаллине города. Преобразилась улица Промышленная, облагораживается Гаевая. В 2024 году планируется отсыпать асфальтогранулятом улицы и переулки индивидуальной застройки. В списке около 25 площадок, однако в последующем возможно дополнение. Запланирован комплексный ремонт придомовых территорий, многоквартирных жилых домов. Историю не переписать о геноциде белорусского народа говорили на Барановическом производственном хлопчатобумажном объединении. С трудовым коллективом предприятия встретился Барановический межрайонный прокурор Александр Карлюк. В различных уголках нашей страны продолжают открываться новые факты уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. С этих слов началось свое выступление Барановический межрайонный прокурор Александр Карлюк во время встречи с коллективом БПХО. Он озвучил шокирующее свидетельство жестокости к белорусам в годы фашистской оккупации. Массовое уничтожение людей было поставлено немцами на поток и велось варварскими методами и средствами. Применялись расстрелы, виселицы, газовые камеры, изжигание, голод и холод, распространение эпидемий, невыносимый физический труд. По словам представителя надзорного ведомства, в прокуратуре продолжается отработка архивных уголовных дел. Допрашиваются лица, располагающие сведениями об обстоятельствах архивных уголовных дел. Цель встречи в преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков рассказать о проводимой прокурорами работе по расследованию фактов геноцида, которые совершили немецко-фашистские захватчики на территории БССР. В диалоге с аудиторией Александр Карлюк напомнил о событиях 2020 года, проводя исторические параллели, а также подробно остановился на вопросах сохранения исторической памяти. В рамках встречи у каждого была возможность задать интересующие его вопросы Александру Карлюку. В частности, у работников предприятия беспокойность вызывает пристрастие молодежи к вейпам. В центре внимания мероприятие, направленное на обеспечение порядка в стране и график движения автобусов. Также участники сетовали на плохое состояние дороги улицы Фабричной, участок от магазина «Светофор» до проходной БПХО. Барановичским межрайонным прокурорам были даны разъяснения законодательства, предложены оптимальные пути решения обозначенных проблемных ситуаций. Я смогла задать свой наболевший вопрос по поводу пенсии. Я очень и очень надеюсь, что все сложится благоприятно. Спасибо большое, конечно, за организацию таких встреч. Было очень много интересного рассказано. В завершение встречи для Барановичского межрайонного прокурора провели экскурсию по предприятию. Продемонстрировали техническое оснащение, ознакомились с процессом изготовления продукции. В Барановичах 11 апреля отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Митинг-реквием прошел у памятника воинами-партизанам, освобождавшим наш город от немецко-фашистских захватчиков. К подножью Вечного огня легли цветы. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля в память о восстании заключенных концлагеря Бухенвальд. В Барановичах прошел митинг у Вечного огня. В мероприятии приняли участие представители учреждений образования и общественных организаций, свидетели тех страшных событий. Они возложили цветы, почтили память жертв фашизма минутой молчания. Мы в этот тяжелый прискорбный день для всех узников, которые погибли в застенках фашистских лагерей, те, которые остались живы, возложили цветы у Вечного огня, чтобы почтить память всех узников, которые были в концлагерях или погибли, чтобы люди помнили об этом и не забывали об ужасах войны, что это может повториться опять, чтобы люди берегли мир, чтобы созидали только благополучие своего государства. С 1933 по 1945 нацистская Германия со своими союзниками построили около 40 тысяч лагерей и других мест массового заключения. Среди них были лагеря принудительного труда, лагеря для так называемых врагов государства и лагеря смерти, предназначенные для массовых убийств. После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года было увеличено количество лагерей для военно-пленных и гражданского населения. Самые крупные в Минске – Азаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. Узников сжигали в печах крематория, в том числе заживо, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом. Кроме того, заставляли трудиться до полного изнеможения и проводили медицинские эксперименты. Берегите, возрождайте нашу республику, чтобы она еще красивее и лучше была. Не дай бог, чтобы вы пережили то, что нам пришлось пережить в концлагерях. Не дай бог. Желаем всем крепкого здоровья, сил, удачи, энергии. Расследование кровавых злодеяний нацистов и их пособников продолжается. Информация будет отражена в документах уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Творческие встречи серии «Талантливые белорусы» продолжаются в библиотеке Барановического государственного университета. На этот раз в гости к студентам и работникам вуза пришел барановичанин Роман Бондаре – молодой художник по обитому стеклу, музыкант по образованию, любитель авантюрных путешествий, отец большого семейства и просто хороший человек. Роман Бондаре работает в технике современного арта. Его холст – стекло, а кисти – молоток и зубило. Специальная техника работы помогает сотворить нечто бесподобное в современном искусстве. Здесь и Джейсон Мамоа, и Анжелина Джоли, и другие известные личности и персонажи. Настоящие шедевры рождаются в гараже. На создание одной картины у мастера уходит от одного дня до месяца и весит она от шести килограммов. Для такого изделия используют ламинированное стекло, на которое наносит удар в определенных местах с определенной силой. К сожалению, одна маленькая трещина может испортить всю картину. И тогда работу нужно начинать сначала. Это портреты на битом стекле. То есть использую я только молоток и, естественно, работаю по теням. Как я к этому пришел? Скажем так, творческий человек, лично как я, смотрящий на советские обои или смотрящий на блока, он всегда видит какие-то образы. То есть какие-то силы это лиц, животных и так далее. То есть у меня это было так. И однажды попавариваю в автомобильную, побитое мое лобовое стекло мне навело какой-то образ. И у меня пришла в голову идея о том, чтобы попробовать на стекле бить портреты. И я, естественно, не знал, как это делается все. И решил посмотреть в интернете. Оказывается, есть такое искусство. Таким искусством в мире занимается всего три человека. И я начал заниматься тем, что всматривался, как это все происходит, как человек делает. Хотя, естественно, секрет он не раскрывает. Мне понадобилось около двух лет, чтобы прийти к тому, какое стекло бьется, как оно бьется, как контролировать его. Впервые имя Романа Бондаря прозвучало на выставке-ярмарке «Млын». Посетители были в восторге, рассматривая портреты бесконечно долго. Картины будоражат воображение, реагируя на изменения света и пространства. Это не просто украшение, а источник вдохновения. Организаторы мероприятия надеются, что встреча с Романом Бондарем вызвала в сердцах зрителей отклик и даст кому-то толчок к осуществлению своей творческой мечты. Я увидела Романа по телевидению, увидела сюжет, который снял один канал. И просто застыла в восторге. Я увидела его работы, необычные, с такой энергетикой, очень брутальные картины. И решила пригласить к нам в университет. Я очень люблю творческих людей. Стараюсь пригласить к нам на встречи, чтобы наши студенты увидели, поучились, взяли вот эту энергию. Еще долго студенты и работники вуза не хотели отпускать гостя, а рассматривали его работы и задавали многочисленные вопросы. В Баранычах выступил мужской хор «Всехсвятский» под управление Дмитрия Токмакова. Коллектив приехал с уникальной программой великопостных песнопений «Весна духовная». Местом, которое украсили своими голосами славящими Бога участники хора, стал храм святого Георгия Победоносца. В церкви святого Георгия Победоносца выступил мужской хор «Всехсвятский» храма «Всехсвятых». Открыл концерт в Барановичах регент хора Дмитрий Токмаков, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского Корсакова. Он рассказал о коллективе и его репертуаре. Как отметил в своем выступлении Дмитрий Токмаков, в основу богослужебного репертуара легли различные песнопения и гармонизации троица Сергиевой лавры, трудоизвестного регента Архимандрида Матфея. Также хор исполняет авторские произведения, обработки и сочинения самого регента Дмитрия Токмакова и народные песни. В наш город коллектив приехал с уникальной программой великопостных песнопений «Весна духовная». В программе как привычное богослужебное песнопение в обработках современных композиторов духовной музыки, так и стихи канты. «Заутро услыши глаз мой, душа моя восстанье, что спиши», «Херувимская» и другие. Весь храм был заполнен, зрители тепло встретили коллектив. Непередобаемые ощущения испытывали присутствующие. Тексты из богослужений Великого Поста по-новому отозвались в душах слушателей. Многие после концерта говорили, что хочется радоваться. Плакать и молиться настолько тронуло их души исполнение духовных песнопений. Дирекция канала «Барановичи православные» получила большое количество добрых отзывов и слов благодарности в адрес хора. Духовенство Свято-Георгиевского храма и благочинного Барановического церковного округа, протеерея Виталия Лазовского. За возможность приобщиться к духовной музыке. Напомню, мужской хор «Всехсвятский» является лауреатом международных конкурсов, обладателем Гран-при Международного фестиваля православных песнопений «Калужский благовест-2019». Помимо участия в богослужениях, коллектив хора дает сольные концерты как в Беларуси, так и за пределами страны. Хор уже выступал в России, Польше, Ватикане, Лихтенштейне, Швейцарии и Германии. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин